Всем привет! Мы сегодня собрались здесь, чтобы рассказать вам, как записать самое крутое видео с помощью своего мобильного телефона, снять свой конкурсный номер. И обо всех особенностях этого видео расскажет нам режиссер, специалист в съемках мобильного видео, чьи видео набирают огромное количество просмотров в лайке, в тиктоке, в инстаграме. Не буду много говорить, меня здесь, меня Оксана! Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим про статичное видео, вернее, видео, которое снято со штатива. Их бывает огромное количество, вы можете посмотреть об этом поподробнее в ссылке в описании. Начнем с ракурса. Стандартный ракурс съемки на уровне глаз. То есть, когда вы выбираете штатив, вы должны обратить первую очередь внимание на его высоту. То есть, он должен быть у вас по максимуму, дотягиваться до вашего уровня глаз, вашего объекта съемки. А если вы хотите... Почему снимают снизу или сверху? Это должно быть оправдано. Ракурс снизу, он преувеличивает объект. У танцоров он удлиняет ноги, делает их величественными. Ракурс сверху, он преуменьшает объект, делает их маленькими. То есть, если вы хотите передать какое-то настроение, вы можете использовать эти ракурсы. Но если вам нужно снять стандартный танец полностью, если вы полностью снимете с нижнего или верхнего ракурса, то это будет выглядеть странно. То есть, используйте это как художественный прием, но не как техническую возможность. Дальше поговорим про ракурс фронтальный и ракурс сбоку. Будет здорово, если вы сможете поставить две камеры. Это даст больше материала для монтажа, делает номер более живой, интересный. Следующий момент — это фон. Это стена, либо полотно, на фоне которого вы снимаете. Все любят поставить объект съемки прямо к стене. Это распространенная ошибка. Нужно, чтобы объект отошел хотя бы на полтора метра, чтобы за ним был объем и пространство. Следующий пункт — композиция. Композиция — это расположение объекта в кадре. Тут очень много нюансов, но мы не будем вдаваться сейчас во все эти подробности. Единственное, что это скорее подойдет для вокалистов. Не нужно, если у вас не влазит объект полностью в кадр, не нужно резать его по суставам. То есть, отрезать часть головы или отрезать часть руки. То есть, нужно смотреть, чтобы это выглядело органично. Еще очень желательно, если у вас телефон снимает максимальное разрешение, например, 4К снимать в максимальном разрешении. Это даст возможность на монтаже сделать более интересные кадры и делать только горизонтальную съемку. Только горизонтальную съемку. Никаких вертикалок. И еще один важный момент. Мы используем основную камеру, не фронтальную. Потому что основная камера дает максимально возможное качество. И самое главное — не забудьте включить камеру. А то знаете, как бывает? Фильм сняли, а забыли включить. Субтитры создавал DimaTorzok